Привет всем, дорогие мои зрители! Сейчас, несмотря на то, что час ночи, я просто не смогла не включить камеру. Это совершенно неожиданный для меня на сегодня влог. Я совершенно не планировала его записывать. Я сидела, просто копалась в компьютере со своими делами, занималась. Но в какой-то момент я почувствовала такое внутреннее напряжение эмоциональное, что я подумала, нет. С родителями поделилась, но и со зрителями своими тоже должна поделиться. У нас, знаете, в жизни бывают такие моменты, когда эмоции настолько зашкаливают, что ты не знаешь, ты хочешь рыдать, ты хочешь хохотать, ты прямо даже ни слов, ни криков, ни каких-либо других звуков ты не можешь придумать, чтобы описать какой-то свой внутренний трепет. То, чем я хочу сегодня с вами поделиться, мне кажется, поможет очень и очень многим, кто сталкивался с подобной проблемой и не знал, как ее решить. Значит, начну с самого начала. У нас в семье все фотографы. И я не знаю, мой прадед увлекался фотографией или нет, но мой дедушка официально может считаться основоположником фото любительства в нашей семье. Он очень имеет хороший наметанный такой художественный фотоглаз. И когда они с бабушкой были два года подряд в командировке в Бирме, он, по-моему, даже два фотоконкурса выиграл и получил очень-очень серьезные призы. После этого он заразил мою маму всем этим делом. У нас вообще в роду очень много людей искусства, не только музыкантов огромное количество, но также имеются и художники. Так что это у нас генетически передается. И любовь к фотографии, это у нас просто всегда было святым чем-то. И особенно в те времена, когда никаких точек по печати пленок не было или были, но это было все же не то, очень многие люди покупали себе аппаратуру специальную и в ванной в темноте со всякими телехимикатами, химичили. Естественно, это дело не обошло и мою семью, и мой дедушка, и моя мама. Они, вот все фотографии, какие у нас дома есть, это все собственные наручные печати, можно сказать. К тому времени, когда я родилась уже и стала школьницей, я перешла в третий класс, вернее, нет, извиняюсь, я закончила третий класс. Мой дедушка на день рождения раздобыл откуда-то маленькую фотокамеру, по-моему, лейка была или что. Да, по-моему, лейка была. Ну, в принципе, лейка серьезно такая фирма считается, всегда считалась. И он, значит, начал меня абсолютно серьезно, на полном серьезе учить, как пленку вставлять, как на фотоаппарате вручную, какие там еще раньше были эти самые удобства, вручную выбирать расстояние от объекта до тебя, какие-то другие спецификации, чувствительность пленки отмечать, не знаю что. Я очень-очень внимательно прямо поглощала эту информацию и начала делать какие-то первые свои снимки. И мне дедушка подарил, у него были в запасе пленки, и говорит, давай, используй их. Так получилось, что он мне дал две пленки. Одну я просто отщелкала, фотографировала себя с куклами, себя на балконе, маму, там, прабабушку, не знаю еще и что, 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 что. Потом мы тем летом поехали отдыхать на курорт армянский один в Цахкадзор и в пансионат. Сначала я с бабушкой отдыхала две недели, потом моя мама взяла отпуск, и она присоединилась к нам тоже на две недели, то есть я месяц там отдыхала. И там тоже я нафоткала всего. Но настали плохие времена, война и все прочее, и мы успели с дедом только проявить пленку. И фотографии свои сделаны я видела только в виде негативов. И представьте себе, вот мне было 9-10 лет, да? Сколько лет прошло, да? Кошмарное количество лет. 21 год, 22 года точно. Не, какой 21? 23-24 года прошло уже. Короче, я в математике не очень сильна, извиняйте. И эти две пленки в такой коробочке у меня хранились в ящике стола нашего письменного, никуда не девались. И я всегда, знаете, вот задней мыслью, они вот всегда присутствовали у меня в памяти, и я дико нервничала от того, что я не смогла напечатать и увидеть результат того, что я сама сфотографировала. И фактически вот в те плохие годы у нас не было современного фотоаппарата. Моя мама из Англии привезла в 91-м году фотоаппарат, но он у нее сломался. И медным тазом накрылись вообще фотографирования любые. До 94-го года, когда она поехала в Париж в командировку и купила там наш фотоаппарат. Первый такой современный фотоаппарат. И фактически большой отрывок моего детства остался не отснятым. И вот в этот отрывок и вошли мои 9-10 лет, да, примерно. И когда уже появились все эти конники, кодеки, и мы взяли эти пленки туда, они сказали, что эти пленки другие, они советские, они широкие, и в их вот этот автомат, в аппарат этот они не влезают. И нам, короче, отказали, не смогли нам ничем помочь. Пока до недавнего времени, я буквально несколько месяцев назад гуляла по Ютьюбу и совершенно случайно натолкнулась на видео, обучающее какого-то мужчины, который снял видео о том, как сделать собственноручное приспособление, помогающее в домашних условиях превратить негатив, пленку негатив в фото позитив. При помощи сотового телефона. Или же программы фотошоп в компьютере. Я эту программу очень тщательно посмотрела, но это все было, вся эта конструкция была настолько мудреной, что я подумала, о, как круто, как здорово, а-а, не буду делать. И как-то так выкинула эту идею. Пока сегодня, вот знаете, бывает, я не знаю, у вас так бывает или нет, но мне очень часто вожжа залезает под хвост, в прямом смысле слова. Вот, ну не могу вот усидеть, вот идея пришла, все, все отстаньте в сторону, я должна воплощать свою идею. Вот я такой человек, спонтанный, и вот решила, сделала. И, значит, я села, проанализировала и думаю, какого черта мне делать по сантиметрам вымерять из картона, доставать картон какой-то, какие-то коробки делать, какие-то отверстия в них просверливать, какие-то штуки сверху приклеивать. Я сделала очень легкий вариант. Конечно, я не скажу, что он идеальный, но представьте себе результат, вы увидите в конце этого видео, дождитесь конца, и вы увидите, что действительно это работает, это получается. Значит, у меня была вот такая посудка из-под мороженого, пластиковая. Что я сделала? В центре я прорезала вот такое вот окошечко в форме слайдов. Кто не знает, я, значит, здесь все подготовила, слайды выглядят вот так. То есть это картонная рамка, в которую вклеивается пленка. Ну, правда, слайды – это пленка в виде позитива, то есть вы уже на экране видите нормальную фотографию. Но в любом случае я вот в таком вот размере, в размере этого окошечка вырезала отверстие. Далее я все делала кустарным образом, ничего ровного, аккуратного нету, но просто принцип. Далее вырезала сбоку вот такой вот, такой дверной проем, если можно сказать. И что я сделала? У меня есть ночник, ночник, у которого плафон снимается. И остается оголенная лампочка. Я его уложила горизонтально, просунула лампочку вот в это отверстие, и отсюда начал бить мощный поток света. Под эту посудку я подложила плотный лист белой бумаги. И все, все чудеса на этом закончились. Я разрезала всю пленку на кадры. И что я сделала? Прикладывала кадр сюда. А, да, поскольку я пленку использовала, а пленка, она трубочкой сворачивался, каждый кадр. У меня есть, у деда, вернее, моего, в запасе от его слайдов остались вот такие вот рамки. Ну, мне кажется, вы можете из картона тоже такие сделать. Вставляешь сюда эту пленку, и вот так вот я зажимала, прикладывала сверху сюда, подносила свой сотовый, и фотографировала. Далее, на сотовом у меня уже есть, я скачала программу Photoshop, в которой есть функция сделать из негатива позитив. То есть, если кто, у кого Photoshop английский, Invert называется эта функция. И вы не представляете, как сильно у меня начало биться сердце. У меня реально сердце выпрыгивало из ушей. Когда я увидела результат первой фотографии, вот у меня сейчас руки трясутся от волнения. Это волнение уже четвертый час у меня не уходит. Причем мы с рубашкой вместе химичили. Ему потом стало конкретно скучно, и он ушел мультики смотреть. Но первый момент, вот когда мы сами вот сделали всю эту конструкцию, и положили негатив, сфотографировали, и нажали всего лишь на одну кнопочку на сотовом, и у нас получилась полноценная нормальная черно-белая, правда, фотография. У меня был такой шок. Потом я эту фотографию при помощи того же Photoshop'а максимально, насколько смогла, сделала, ну не то, что четче, но там сочнее оттенки какие-то. Все. Я четыре часа, наверное, сидела. Я ребенка накормила ужином, уложила. Все. Я сидела, копалась, копалась, копалась. Значит, у моего дедушки вот в такой вот старинной коробке из-под печенья, жестяная коробка. Интересно, какого она года вообще производит. Не знаю, наверное, где-то 69-й год будет, 70-й, что-то вроде того. У него здесь хранятся все его слайды. Тут 90% слайды из Бирмы, потом из Чехии, которые они посетили в середине 70-х на машине. Представляете, на машине мама моя, бабушка и дед отправились. Мама моя тогда была ученицей 8-го, наверное, класса. Они отправились в Чехию, к друзьям нашим чехам. И еще есть слайды моего детства. А так получилось, что у меня достаточно мало фотографий. Все черно-белые, не все качественные цветных фотографий моего детства у меня вообще не было. И вот были только вот эти слайды, которые один раз я в жизни глубоко, очень-очень давно видела. Вот мы этот экран доставали. У нас, знаете, вот любимое времяпровождение было всегда, вот насколько я себя помню, ну и до меня тоже. Когда у нас собирались гости, мы специально приглашали людей. И люди с удовольствием, родственники, друзья семьи приходили. Мы накрывали стол, устанавливал дед этот шест на треноги, это им вешал экран специальный, белый такой, доставал вот этот диапроектор, вставлял эти слайды, в таких коробочках специальных. И у нас были просмотры вот этих перманских слайдов, чешских. Я каждый раз, как в первый раз, слушала их рассказы, описания, объяснения, каждого кадра, каждого слайда. У меня очень много таких приятных, знаете, теплых, очень семейных воспоминаний о моем детстве. Вот эти вот чаепития. Мама всегда пекла тортик Жозефину. И вот мы сидели, уютно прижавшись все с гостями вместе друг к другу, в полной темноте, дожидались ночи и смотрели эти слайды. Потом, после того, как я всю, все, что у меня было отснято на эту пленку, я превратила в нормальные фотографии, я подумала, ведь эти пленки, уже очень многие из них начали крошиться просто от времени, потому что им больше сорока лет. Я решила сделать следующее. При помощи вот всей конструкции, может быть, я ее доработаю из двух сторон, сделаю отверстие из двух сторон, лампочки пущу, но это вопрос будущего. Я решила вот так вот сфотографировать все слайды, которые у нас есть, перенести их на компьютер, и, ну, понятно, что это очень дорого финансово сразу все взять и распечатать, но вот такими вот порциями по темам, фактически, у моих бабушки и дедушки нету такого вот полноценного фотоальбома с самых важных лет их совместной жизни, которые они провели в совершенно экзотической стране. Это были и приключения, это были и сложности, это была встреча с такими невероятными вещами, о которых, по всякому случаю, в советские времена наши советские люди даже мечтать не могли, то есть то, что они увидели. И поэтому, не то, что я хочу им сделать подарок, хотя я знаю, что им будет это очень приятно, но в любом случае такие фотографии, не то, что вот эти мы сейчас, знаете, вот у теперешних детей, по-моему, размером с квартиру можно помещение арендовать, чтобы вот если распечатать этих фотографий, по-моему, альбомов можно понапихать в несколько квартир. Ребенок улыбнулся так, так, так и так, и это все фотографируется, некоторые печатают это все. То есть того предвкушения, а как получилась фотография, хорошо ли, плохо ли, вот какие-то такие моменты, вот мы сейчас их перестали чувствовать, а некоторые просто даже не знают, что это такое уже. И все-таки такого вида, рода фотографии, это семейная ценность, семейное достояние, то, что надо передавать из поколения в поколение. Понятно, сейчас из интернета можно скачать любого качества фотографии, чего хотите, но когда ты знаешь историю каждой фотографии, такие вещи именно надо передавать из поколения в поколение, держать в своей семье, и я очень хочу их вот так вот сфотографировать и в дальнейшем распечатать, отдельные альбомы красивые сделать, тематические. Это обязательно. Вот. Вот такими вот вещами я хотела с вами поделиться, и в конце этого видео сейчас под приятную музыку вы увидите долгожданное слайд-шоу и увидите, как это все получилось. Я надеюсь очень-очень, что очень многие люди, как и я, сталкивались с подобной проблемой, не знают, как вообще напечатать фотографии, сделать из негатива позитив старого. Так что вперед! Это очень легко. Встретимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok